Уходящая эпоха. Так называется постановка, которая прошла в парке имени Олега Степанова. Все желающие могли побывать на театральном вечере, организованном в студии «Образ». Подробнее в репортаже участника проекта «Школьное телевидение» Галины Новоселовой. Уютная атмосфера советской квартиры, где читают стихи и под приятную музыку друзья-студенты, льется теплый свет от абажуров. Все это актерам театральной студии «Образ» удалось воссоздать на главной сцене в парке имени Олега Степанова. В центре сюжета – воспоминания главной героини. Художественный руководитель студии признается, что изначально юные актеры хотели просто прочесть перед зрителями свои любимые стихи авторов советского времени, но в ходе репетиции сценарий гораздо усложнили. Я надеюсь, что помимо стихов мы возродили еще частичку той атмосферы, эпохи, и постарались как-то зрителя остановить это время, этот час, и погрузить в атмосферу спокойствия, и творчество такого вот творческого квартирника, как раньше это делали. Молодым актерам понравилась идея их руководителя, но впереди было самое трудное – перенести сложные и глубокие стихотворения поэтов-шестидесятников в легкую атмосферу и передать все внутренние переживания зрителям. Возле сцены собрались и дети, и взрослые. Многие прохожие останавливались, чтобы послушать стихотворения Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Геннадия Шпаликова, Андрея Вознесенского и Булата Акуджавы. Елена Абрамкина специально на это мероприятие приехала из Оболенска. Мне понравилось, что дети читали именно поэтов-шестидесятников. И читали они по-своему, интересно, со своим пониманием. И это было действительно интересно. Это действительно познавательно и приятно, прежде всего для души. По окончанию спектакля зрители могли оставить отзыв книги, и они были только положительными. Сегодня театральной студии вновь удалось представить зрителям такой сложный вид искусства, как лирика, в легкой и непринужденной форме.